Шаг в бездну Екатерина Савинова Шаг в бездну Екатерина Савинова Шаг в бездну Екатерина Савинова Занесли в неофициальный черный список масс-фильма Актриса перестала получать хоть Сколь-нибудь главные роли, причем и коллегам Другим участникам съемочного процесса Было очевидно, что проблема заключалась Вовсе не в игре. Период забвения Продолжался 13 лет, но Актриса все же снималась, а она Сыграла у Григория Чухрая в «Балладе о солдате» В короткометражных фильмах «Чук и Гек» «В степи», «Месть» и других Екатерина с радостью бралась за любую роль и Выкладывалась на 150%, но Мечтала актриса о роли всей своей жизни Такой ролью для Екатерины Савиновой Стала Фрося Бурлакова в картине «Приходите завтра» Часть поклонников также уверена, что Актриса совершила расплату над собой Не из-за болезни, помутнившей сознание Женщины. В такой трактовке страшное Происшествие стало следствием Исковерканной судьбы актрисы, а значит До смерти женщину довел также отвергнутый Режиссер. Последняя роль актрисы Аннушка в картине «Расплата» зрители увидели Ее в 70-м году. Проблемы со здоровьем Начались у актрисы еще на съемках «Приходите завтра» Пришлось их прервать на год Вскоре врачи диагностировали у актрисы Бруцеллез, а когда заболевание Диагностировали и начали лечить, выяснилось, что Бруцеллез поразил нервную систему Что, по мнению врачей, стало впоследствии Причиной смерти актрисы. В дальнейшем У Екатерины Савиновой развилась шизофрения В 70-м году Савинова Объявила родным, что уезжает Погостить к сестре в Новосибирск, а 25 Апреля того же года она бросилась под поезд Актриса похоронена на кладбище В Новосибирске